я приветствую всех вас дорогие кто присоединился к нам сегодня через прямую трансляцию возможно кто-то присоединился не только слушая проповедь но также и к 21 дневному посту даниила в которая вступила церковь завета пусть бог благословит каждого из вас кто так или иначе присоединился к нашему собранию сегодня либо раньше слава богу за то что мы имеем очередное время очередное собрание когда можем рассуждать над словом божьим и в это время когда мы смиряемся перед господом в это время когда мы постимся смиряем плоть свою не кушаем вкусненькая отказываемся от всяких удовольствий каких-то которые могли позволять себе до этого мы ожидаем что бог будет как-то особенно близко с нами правда мы ведь этого ожидаем мы ожидаем чтобы будем как-то слышать его более ясно зная что он живой настоящий всемогущий бог не просто теория не просто религия мы знаем что он бог не как идолы которые не могут не сказать не послушать не изменить что-то просто пустые идолы просто какая какие-то формы просто какие-то обряды просто какие-то церемонии нет мы верим что есть настоящий живой бог который однажды был на этой земле пострадал за наши грехи а потом воскрес на третий день из мертвых разрушая власть смерти и сегодня он жив и сегодня он видит каждого человека который верит в него который призывает его святое имя поэтому мы смиряемся ради того чтобы слышать его ради того чтобы понимать его кто-то не ест отказываясь там от мясной пищи молочной так далее ну вот как поздание кто-то я знаю на этой неделе брал также полный пост и слава богу как апостол павел говорит едим мы едим для господа не едим не едим тоже для господа поэтому какой бы ты пост не брал как бы ты не смирялся перед богом это хорошо если ты делаешь это перед богом потому что знаете можно взять после при этом осуждать другого что другой не так пост берет вот строго как ты например но мне кажется что это уже не совсем перед богом потому что когда ты смиряешься перед ним то ты и отношения имеешь с ним если ты ешь ешь для него не ешь не ешь для него какое тебе дело до того кто что другой ест ли не ест правда Поэтому давайте будем продолжать это прекрасное, благословенное время Когда мы смиряемся перед Богом и ожидаем, что Он будет говорить в нашу жизнь Мы ожидаем, что Он станет ближе к нам Что в этом новом 2019 году мы будем более ясно Его видеть Более ясно Его понимать И сможем исполнять Его волю Так, как Он хочет, а не как нам иногда хочется Правда? Но надо признать, что бывает и так, что мы молимся и постимся А Бог как будто как был далеко, так и остается далеко Мы Его почему-то не слышим, мы Его почему-то не ощущаем И бывает так, что мы стараемся, мы делаем разные дела Мы стараемся как-то угодить Ему Но при всем при этом обнаруживаем, что не ощущаем этой близости Этих прикосновений Божьих, о которых мы уже знаем Не понаслышке Я думаю, что каждый человек, который однажды, как написано, что Вы вкусили, что благ Господь Который однажды пережил на себе это присутствие Божье Реального, настоящего, живого Бога Кому однажды Бог прикоснулся хотя бы раз Я думаю, этот человек будет всегда искать этого присутствия Божьего Будет всегда ожидать, хотеть и понимать, что есть Есть это присутствие Божье Знаете, на этой неделе со мной общался там один брат Он приехал вообще с другого города, реабилитацию проходил И он говорит, у меня откровение такое, пастор, я хочу поделиться с тобой Говорит, вот раньше у меня не было настроения, я понимал, что все плохо А сейчас вот у меня нет настроения А я знаю, что оно где-то-то есть И вот он так на своем языке просто объясняет, что раньше для него тупик был просто Зачем жить? Для чего эта жизнь? Все так плохо, все не получается У других как-то лучше И он не понимал, он все время сейчас благодарит за то, что у него есть смысл в жизни Это потрясающе А теперь он говорит, даже если у меня что-то не так Я знаю, что оно есть все-таки, хорошее, оно все-таки есть Бог-то есть все-таки И поэтому его вывод, он говорит, если у меня плохое настроение Я теперь ищу, чтобы было хорошее Я ищу Бога, я ищу Его присутствие, зная, что оно есть и оно обязательно придет Но бывает так, что и не приходит Бывает так, что мы не понимаем, почему не приходит Мы пытаемся себе это объяснить Потому что если мы читаем Библию, то там очень ясно написано, что Бог сделал все Чтобы разрушить стоящую между нами и Богом преграду под названием грех Он пришел на эту землю, он сам не согрешил Он пострадал на кресте за наши грехи Он заплатил жизнью своей Он отдал жизнь свою Он позволил, чтобы его распили позорной смертью на кресте Ради того, чтобы иметь близость с нами Ради того, чтобы потом, когда он умрет, а потом воскреснет, так как сам не согрешил На третий день из мертвых, уйдет на небеса Однажды он пошлет Дух Свой Святой на эту землю И этот Дух Божий будет поселяться в сердце каждого человека Который уверует в Иисуса Христа Который поверит в эту всемогущую любовь безусловную Я читаю Библию и понимаю, что это так Это все произошло Это все состоялось Бог это сделал И сегодня Дух Святой приходит К каждому человеку Который просто говорит Я верю тебе Я хочу, чтобы ты пришел в мою жизнь И Бог приходит Потому что Он заплатил цену за наши грехи Сегодня грех не может стоять между нами и Богом Я пытаюсь себе все это рассказывать, объяснять и другим Но почему иногда мы не ощущаем этой близости Я читаю о ветхозаветних пророках Я читаю Ветхий Завет Я смотрю, какие там отношения были Как они слышали Бога Я думаю, почему, Господи Там они еще не имели Духа Святого на себе постоянно Он сходил только временами на них Но они так ясно тебя слышали Но они так тебя переживали Ощущали Как мы здесь порой не переживаем И не ощущаем Бога Приходили вам мысли такие? Кто? Да, 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 да Вот у меня Я не один, по всей видимости И вот об этом я хочу с вами сегодня поговорить Мне хочется видеть ясно Эти ответы Почему, Господи, так? Две недели назад у меня была удивительная встреча Нас с женой пригласили на ужин И мы приехали туда Люди хотели пообщаться Точнее, вот этот брат, глава семьи Он хотел пообщаться И исповедоваться, по всей видимости Они накрыли ужин И мы приехали Признаться, есть мне хотелось в тот вечер Но я так и не прикоснулся ни к чему Потому что я понимал, что этот человек Находится в грехе И не просто он находится в грехе Он оправдывает свой грех Он осознанно находится в этом грехе Это его позиция И поэтому я сказал Я не могу прикоснуться ни к чему здесь И мы говорили Мы говорили Это был особенный, удивительный вечер И в результате этого разговора Он говорит В этом году все будет по-другому С этого года у меня все будет по-другому Все, я начну по-другому Я больше не буду грешить У меня все будет хорошо Я спрашиваю Интересно, а чем этот год будет отличаться от предыдущих? На чем твоя такая уверенность строится? Почему ты думаешь, что в следующем году В этом у тебя будет лучше, чем в предыдущем? Он говорит Потому что я так решил Знаете, мужик Сказал И сделал кто-то Но Я говорю Ты знаешь Этого недостаточно Как недостаточно? Все Я обещаю тебе, пасторик У меня больше такого не повторится Я говорю Этого недостаточно Я верю, что Дух Божий Тогда говорил через меня в этот вечер Я ему сказал Ты связанный по рукам и ногам Со всеми своими желаниями Со всем своим желанием быть близко к Богу Ты связанный Ты шага не можешь правильно сделать У тебя что ни шаг, так в сторону Как я связанный? И мы говорили О его отношениях с другими братьями И у него было как минимум пять Во всяком случае Которых я знал С кем у него был конфликт Неразрешенная ситуация И он оставлял за собой право Осуждать и иметь претензию к этим братьям Короче В результате этого вечера Этого замечательного общения Он сказал Я сделаю все Чтобы изменить отношения С этими людьми Я не хочу быть связанным Он как прозрел Видно, что Бог касался его там И он понимал, что он связанный Он хочет Он стал анализировать свою предыдущую жизнь Он понимал, что он и раньше хотел Но почему-то опять падал в грех Почему? Связанный И он сказал Я не хочу больше быть связанным Я буду развязывать каждый узел Каждая проблема в отношениях Это определенный узел в духовном мире И который ограничивает твои действия Ограничивает твой путь к Богу Ограничивает твою свободу Он сказал Все, я со всеми развяжу Мы взяли неделю Понимаю, что пять человек Это достаточно много И надо успеть везде У него не было к тому времени работы Потому что Ну, у него проблемы Кругом проблемы Проблемы, проблемы И он пытался найти выход из этих проблем Звонит мне этот брат Вечером на следующий день И говорит Все Я развязал Я со всеми развязал Пятый был я Поэтому он начал со мной развязывать Слава Богу Стал просить прощения Стал, значит, признавать свою вину Он сказал Я позвонил тому Он мне ответил А, я его спрашиваю И что тебе братья ответили? Он говорит Я позвонил тому Начал разговаривать по телефону Быстро хотел решать все А ему тот брат говорит Да слава Богу Я так рад твоему покаянию Он звонит другому Тот говорит ему подобные слова Третий, четвертый Я пятый Я, конечно, тоже не стал его осуждать Я сказал Слава Богу Это так здорово И когда он мне рассказывает Присутствие Божье просто сошло на меня И я понимал, что и на него тоже И Дух Божий Присутствие Божье Просто наполнило наше общение Я стоял и плакал От присутствия Божьего Я говорю Ты представляешь Насколько Бог верный Ты представляешь Насколько Он удивительный Как только ты смирился Как только ты назвал вещи своими именами Он не заставил себя долго ждать Он говорит Пастырь, ты представляешь У меня сегодня появилась уже работа Прекрасная работа Хорошая работа Я его встречал в прошлое воскресенье Он подходил ко мне Точнее в этот четверг На молитвенном собрании И он подбежал Просто глаза горящие Говорит Слава Богу Все здорово Все хорошо Дорогие Наш Бог верный Наш Бог настоящий Вы знаете Когда я читаю 58 главу Исаии И там Перечисляются благословения 58 глава Исаии И там перечисляются благословения Которые Бог приготовил для нас И он говорит Что ты будешь Просто светом Свет твой Как заря взойдет И кости твои Бог будет уточнять То есть Исцеление твое придет Ты не будешь болеть У тебя будет там хорошо И там хорошо И все народы будут называть тебя Благословенным И все будет так здорово И знаете В конце написано Глава 58 Пророка Исаии Заканчивается такими словами Уста Господни Изрекли Это И это Это как печать Уста Господни Изрекли Это Это значит Не может быть Изменено Драгоценное Это значит Печать Божья Стоит Если Он сказал Я в этом случае Благословлю тебя И в каком в этом случае Мы поговорим Чуть позже Но если Бог сказал Я благословлю тебя Это значит Он благословит Самое яркое доказательство Того Что Бог верный Своему слову Это Голговский крест Однажды Бог сказал Что возмездие за грех Смерть Наказание за грех Смерть И люди сегодня говорят Я попрошу прощения Бог простит Бог сказал Наказание за грех Смерть Невозможно Ничего изменить Бог сказал Так Он не имеет ничего Общего с грехом Он святой Он говорит Если ты выбираешь Грешить Ты идешь в погибель Все Когда Бог это сказал Никто и никогда Не может это изменить И сам Бог Не переступил Через свое слово Но для того Чтобы простить нам Грехи наши Недостаточно было Наших прощений Слез Молитв Вхождение в церковь Делание дела Какие-то Недостаточно Для этого Пришел Сын Божий Иисус Христос Безгрешный Которому по закону Божьему не надо Было бы умирать За свои грехи Он пришел Прожил свято И в 33,5 года Пожертвовал Отдал свою жизнь Святую За наши грехи Для того Чтобы простить нас Бог Привел В действие Приговор Свой На Своем Сыне Это мне доказывает Что Бог Никогда не нарушает Слово Богу сильно Много стоило Наше прощение Это нам Сегодня Все что требуется Это сказать Боже Прости Я верю В Иисуса Христа Я верю Что Он Безгрешный Умер За мои грехи Я верю Что Он Воскрес Иисус Приди В мою жизнь И Он Приходит Для нас Сегодня Это все Что нужно И то Людям Бывает Сложно Это сделать Переступив Через свою гордость Страх Какие-то Мнения Общественные Еще что-то Но Бог Ему Очень много И дорого Это стоило Для того Чтобы спасти нас Для того Чтобы дать нам Прощение Он пожертвовал Своим Сыном И не переступил Через свое слово Как написано Было наказание За грех Смерть Так эта смерть Состоялась Только не наша А безвинного Сына Божьего А благодаря Ему Мы сегодня Имеем Это прощение Этот шанс Эту привилегию Приходить к Нему И получать Это прощение Это здорово Давайте Богу Славу за это Воздадим Бог Спасибо тебе Ты великий Ты всемогущий Здорово Поэтому Если в этом деле Бог не нарушил Своё слово То только подумайте Может ли Он Нарушить Своё слово Когда речь идет О благословении Когда речь идет О том Что Он говорит Если В определенном Позиции Ты правильной Будешь То Я благословлю Тебя Уста Господни Изрекли Это Теперь мне Надо знать В чем причина Почему Господи Когда Твои уста Это изрекли Почему Иногда я не вижу Этого благословения Хотя Грех Даже Не может стоять Между мной И тобой Преградой В чем проблема Давайте Прочитаем Слова Иисуса Христа Которые Показывают С чего Началось Его служение На этой земле Приходит Иисус Христос Он выступает В служение Он Заходит В синагогу Там где Собирались Евреи По обычаю Каждую субботу Иисус приходит Берет Свиток Там свитки Раньше были Да Не книги такие Разворачивает Этот свиток Находит место Где Пророк Исайя Пророчествует О нем И он Начинает Читать Давайте вместе Прочитаем Это Евангелие От Луки 4 глава 18 И 19 С 18 Стиха Дух Господень На мне Ибо Он Помазал Меня Благовестовать Нищим И послал Меня Исцелять Сокрушенных Сердцем Проповедовать Пленным Освобождение Пленным Слепым Прозрение Отпустить Измученных На свободу Проповедовать Лето Господне Благоприятное И закрыв Книгу И отдав Служителю Сел И глаза Всех В синагоге Были Устремлены На него И он Начал Говорить Им Ныне Исполнилось Писание Это Слышанное Вами И все Засвидетельствовали Ему Это И дивились Словам Благодати Исходившим Из уст Его И говорили Не Иосиф Лето Сын Ну Тридцать Лет Жил Среди Нас Все Его знают И тут Вдруг Такое Присутствие Божьей Благодати Мы ощущаем Проповедь Иисуса Тогда оказалась Такой Достаточно Коротенькой Представляете Он Несколько Предложений Сказал Написано И свернув Этот свиток Сел И все На него Смотрят Достаточно Короткая Проповедь Только после Этих слов Высвободилось Присутствие Божье Только после Этих слов Все стали Ощущать Что происходит Какая-то Благодать Здесь с нами Со всеми Мы не понимаем Это обычный Иисус Это сын Плотника Мы его всегда Здесь видели Он всегда Здесь ходил Отцу помогал Работали вместе Только он Сказал эти слова И вдруг И вдруг Мы ощущаем Присутствие Божье Что происходит Не так много Надо Слов Для того Чтобы присутствие Божье Пришло Бог приходит Сегодня Не на Многословие Бог приходит Сегодня Не на Особенные Обряды Не на То Что впечатляет Других Людей Бог приходит На то Где Слово Его Исполняется Где Слово Его Не просто Звучит Как буква Где Слово Его Не просто В теории Но где Слово Его Исполняется Иисус Христос Пришел Именно С этой Целью Когда Он цитировал Это местописание Он говорит Прямо Сейчас Исполняется Это Слово Я не просто Говорю Что я пришел Отпустить Измученных На свободу Я собираюсь Отпускать Измученных На свободу Я не просто Пришел Сказать Что я буду Благовестовать Нищим А не только Избранным Я пришел Чтобы Благовестовать Нищим Иисус Говорил Эти слова С полным Усердием И рвением Готовый Исполнять Эти слова В жизни Вот я верю Что приводит Присутствие Божье На землю Кому же Иисус Обращался Для кого Он пришел Я насчитал Здесь Характеристику Из пять Пунктов Он пришел К нищим С разрушенными Сердцами К пленным Слепым Измученным Это состояние Нашего мира В который Пришел Иисус В этом мире Находились И мы Все Когда-то Нищие Потому что Не знали Бога Этот мир Сегодня Нищий Потому что Не знает Бога Каких бы высот Человек Не достиг Сколько бы денег У него не было Какую власть Он не имел На этой земле Человек Остается Нищий И если Он не имеет Этих близких Отношений С Творцом Однажды Все закончится Однажды В одно мгновение Придет Последний Вздох И все И ты оставишь Эту землю Если ты не знал Бога К чему Все твое Богатство Власть Силы Способности К чему Все Наступает Вечность Без Бога Это страшно Нищий Если не знаешь Бога С разрушенными Сердцами Где так много Боли Обид Непрощения Зависти Злобы И всего прочего Пленные Которые Не могут Освободиться От своих Пороков Считая Что есть Какие-то Причины Есть Какие-то Возможности Чтобы освободиться От этих Пороков Стараясь Сделать Все Что угодно Но Оставаясь Рабами Пленные Иисус Видит Этот мир И понимает Что этот мир Пленный Слепые Которые Даже Не понимают И не Видят В каком Состоянии Они Находятся Полной Гордости Считающие Что Чего-то Достигли Все-таки В этой Жизни Но В результате Измученные В оригинале Сломанные И разбитые Вот К этому Миру Пришел Иисус Вот К этим Людям Он Обращается И мы Были Все Такими же Но Иисус Пришел Чтобы Все Изменить Он Сказал Что Я Пришел Проповедовать Лето Господне Благоприятное Лето Господне Это значит Время Божье Лето В оригинале Это время Это определенное Время Иисус Говорит Я Пришел Проповедовать Что Настало Время Божье Пришло Время Богу Действовать Он Теперь Будет Действовать Он Теперь Будет Действовать Больше чем может действовать человек потому что раньше бог старался через человека что-то изменить на этой земле и у него не получалось и мы сейчас прочитаем пророка и саю и увидим как бог старался через людей которые хоть как-то стараются найти его хоть как-то стараются понять его изменить что-то на этой земле давайте посмотрим эта книга пророка исаи 58 глава давайте прочитаем книга пророка исаи 58 глава с 8 стиха тогда 58 глава с 8 стиха нет 58 глава 6 7 стих извиняюсь вот пост который я избрал разреши оковы неправды развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермон разделись голодным хлеб твой из китающихся бедных введи в дом когда увидишь нагово одень его и от единокровного твоего не укрывайся бог обращался к людям которые старались его найти которые старались понять его которые тоже взяли пост и постились он через них старался изменить все вокруг он говорит послушайте в этом проблема если вы унижаете друг друга если вы оскорбляете друг друга если вы убиваете друг друга то тогда отсюда вы не имеете этой близости с богом вы не можете иметь близость со мной разрушая отношения с ближним потому что первая заповедь возлюби господа бога твоего как самого себя а вторая заповедь возлюби ближнего твоего как самого себя и бог многократно раз пытался изменить что-то на этой земле и он обращался и к пророкам и через пророков обращался к этим людям и говорил что измените это и вы увидите что взойдет цвет ваш как заря вы увидите что исцеление придет вы увидите что я наполню вас благословениями но это невозможно если вы будете игнорировать мое слово если вы будете просто хорошо рассуждать но не сможете оказать честь ближнему будете продолжать оскорблять унижать убивать и так далее слово божье не сможет прийти тогда вашу жизнь но если до этого до иисуса христа бог старался что-то изменить через людей то тот момент когда иисус пришел он сказал я теперь буду проповедовать лето господне пришло время божье когда независимо от людей я буду говорить когда независимо от людей я буду исцелять когда независимо от человеческого понимания от человеческого мнения от человеческих каких-то понятий я буду исцелять освобождать я буду развязывать эти узлы и он делал это он делал это по всей земле он ходил и исцелял он ходил и освобождал люди почему в таком количестве огромном шли за иисусом христом потому что он никого не осуждал почему людям так хорошо было вместе с ним потому что он не просто говорил о том что бог любит он любил этих людей и вот сегодня когда церковь приняла дух святой вот сегодня когда мы получили иисуса христа практически в свою жизнь бог сегодня через нас хочет делать именно эту работу я уверен друзья что именно в этом сегодня секрет присутствия божьего именно от этого зависит или мы будем чувствовать близость его присутствия или мы будем стараться что-то сделать будем стараться впечатлить его какими-то своими делами но так и будем чувствовать что он где-то далеко от чего это зависит от того это слово будет просто в теории или мы позволим иисусу христу проповедовать это время благоприятное или мы позволим чтобы он говорил через нас сегодня внутри каждого христианина я уверен звучат два голоса когда какой-то конфликт как какая-то ситуация и внутри звучит привычный голос что надо просто отстоять своем внутри звучит привычный голос что надо сейчас оскорбить потому что тебя оскорбляют но я знаю что в этот же момент звучит голос божий потому что пришло время божье и каждому из нас нужно нужно сказать в этот момент пришло время божье потому что до этого я говорил потому что до этого я пытался разобраться я пытался что-то изменить но иисус говорит я буду проповедовать лето господне время благоприятное время божье пришло время чтобы бог мог использовать каждого из нас чтобы освобождать людей от тьмы чтобы разрушать эти узлы завязаны чтобы освобождать измученных на свободу пришло это время я хочу процитировать вам еще одно место писания которая тоже показывает слова иисуса христа евангелие от матфея 5 глава с 21 стиха вы слышали что сказано древним не убивай кто же убьет подлежит суду а я говорю вам что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брату своему рака то есть пустой человек подлежит синедриону то есть судилищу а кто скажет безумный подлежит гиене огненной и так если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомни что брат твой имеет что-нибудь против тебя оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись братом твоим и тогда приди и принеси дар твой мирись в оригинале будь благосклонным быть расположенным благоволить быть дружелюбным соперником твоим скорее пока ты еще на пути с ним чтобы соперник не отдал тебя судье а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу истинно говорю тебе ты не выйдешь оттуда пока не отдашь до последнего кондранта то есть до копейки то есть опять станешь нищим это слова иисуса христа он говорит если в чем-то нужно бежать если в чем-то нужно спешить то это в том чтобы восстановить разрушенные отношения с ближним своим если ты считаешь что тебе на что-то не хватает время то самое главное на что тебе должно хватить время на основании этих слов иисуса христа это чтобы ты успел примириться с ближним своим если у тебя есть какой-то конфликт у тебя есть проблема не просто с человеком у тебя есть проблема с богом ты скажешь но человек не захочет примиряться иисус говорит ты будь состояние открытым ты будь дружелюбным ты будь благосклонным ты благоволи потому что если ты не простишь от своего сердца от всего сердца иисус говорит если ты не простишь то и отец небесный не сможет простить тебе грехи твои это же написано черным по белому это невозможно изменить ты не можешь объехать это не через какую благодать если у тебя конфликт с человеком у тебя есть конфликт с богом брат мой сестра моя когда мы сегодня находимся в это особенное время когда мы смиряемся перед богом в посту я прошу тебя услышь это слово это слово от господа примирись каждый со своим ближним примирись каждый с человеком которого в которого возможно ты считал врагом которого ты считал может быть вообще что никогда невозможно с ним иметь мир сделай все что зависит от тебя чтобы изменилась эта ситуация Поторопись в том, чтобы простить Поторопись в том, чтобы восстановить отношения И ты увидишь, как будет исполняться то, что изрекли уста Господни Как свет твой взойдет, как царя Я хочу прочитать это местописание Это 58 глава, опять же, с 8 стиха Тогда откроется, как заря, свет твой И исцеление твое скоро возрастет И правда твоя пойдет перед тобою И слава Господне будет сопровождать тебя Тогда ты воззовешь, и Господь услышит Понимаете, в этом вся суть Ты возопиешь, и Он скажет, вот я Когда ты удалишь из среды твое ермо Перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное И отдашь голодному душу твою И напитаешь душу страдальца Тогда свет твой взойдет во тьме И мрак твой будет, как полдень И будет Господь вождем твоим всегда Аминь Это потрясающие слова Это обещания от Господа Дорогие, какой бы опыт у нас в жизни с Богом не был Может быть, кто-то из вас уже привык Что я не ощущаю близости с Богом Ну, другие, может быть, ощущают как-то Ну, по какой-то причине Или как-то я особенно слишком внутри ощущаю это Что даже сам не замечаю Так не может быть Когда Бог приходит, ты замечаешь Когда Он наполняет своим присутствием Ты растворяешься в этом присутствии Не согласись на то, что ты не слышишь Бога Но услышь слово, которое ты сегодня слышишь Прими его И сделай все возможное, что от тебя зависит Это время поста для меня лично проходит как-то необычно Потому что я вдруг ощущаю присутствие Божье там, где давно не ощущал В тех областях жизни, где я как-то давно уже не ощущал присутствие Божье И вдруг оно приходит, вот так вот, раз и неожиданно Я разговариваю с братьями и сестрами Я бы вам это не говорил, если бы не видел, что и многие из вас подобные переживания имеют И в этот четверг, когда мы молились в «Радуге» на молитвенном собрании И прославляли Бога Я как бы мысленно спросил Интересно, я стал размышлять Почему такое необыкновенное присутствие Божье во время этого поста? И прямо в тот же момент внутри меня прозвучало Обновление благодати Дорогие, я верю, что время этого поста Это время обновления благодати Надо признать, что мы все много нагрешили Языком своим Как апостол Яков говорит, что все мы много согрешаем Правда? Написано дальше, он говорит Кто не согрешает, в слове Тот человек совершенный Могущий обуздать все тело Все мы много согрешаем И все мы много осуждаем И причиняем какую-то боль ближнему И по идее можно было бы сказать Да, я понимаю, почему так далеко от меня Бог Почему я не переживаю его присутствие Но поверь, это время благоприятное Это время обновления благодати Бог приготовил для тебя в этом году что-то особенное Бог приготовил для тебя не то, что ты заработал А то, что Он хочет тебе подарить Он приготовил для тебя новое время Новое прикосновение Новые переживания Он хочет обновить тебя в этом году И открыть для тебя новые пути Благословенные пути Уста Господни изрекли однажды это. И в это время это будет происходить. Это будет происходить в нашей церкви. Будут исцеления происходить. Будет финансовый прорыв происходить. Люди будут обновляться в присутствии Божьем. Братья и сестры будут по-новому понимать волю Божью. И жертвенность поднимется на порядок. Дорогие, это планы Божьи. Это Его мечта. Но единственное, что может повредить нам в этом случае, если мы, принимая благодать Божью, не захотим передать ее другим. Если мы окажемся в категории того человека, который однажды получил прощение и освободился от многомиллионных долгов, а потом нашел человека, который должен был ему пару соток, и решил его посадить за это, потому что он ему до сих пор не отдал. Дорогие, давайте в это время поста развяжем все узлы. Давайте разрушим все оковы. Давайте свергнем всякое ермо. Уберем, откажемся просто добровольно от всякой претензии, от непрощения, от обиды. Я, готовясь к этому посту, зашел на кухню на днях, и обратил внимание, что там посуда не помытая, и я знаю, кто ее должен был помыть. И я уже готов был бы, но Слово Божье, оно, знаете, острее всякого меча обоюдоострова, и оно проникает прямо в твое сердце. И я понял, мне самому надо, похоже, пойти помыть. И вы знаете, как здорово было? Я пошел и помыл в свередии, и я благодарил Бога, потому что это правда время, когда Он призывает нас развязать все эти узлы, разрушить всякое бремя, оковы все эти, свергнуть всякое ермо. Ермо – это то, что мы на кого-то одели, это кого-то мы заставляем поступить определенным образом. И во многих случаях мы правы и правильно, другие должны были бы так поступать, и ближние наши должны были бы так поступать. Но у нас сегодня время поста. Аминь. Это необыкновенное время. Мы не весь год, мы не всю жизнь питаемся одними овощами и фруктами. Это особенное время. Давайте же в это время, не то, что снизим планку, но возьмем больше ответственность на себя. Это не то, что я никому предъявлять не буду, и пусть посуда стоит грязная. Нет, я не буду никого предъявлять, но я сам это сделаю. И Бог благословит. И написано, правда твоя пойдет впереди тебя. Иисус сказал это однажды, и Он исполнит это. И мы примем в этом году то благословение, которое Он приготовил для нас. И весь народ скажет Аминь. 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 Аминь.